Добрый день! Вести Кабардино-Балкария. В эфире в студии Наталья Юсупова и в начале выпуска коротко о главном. До Олимпиады рукой подать. Делегация болельщиков от КБР отправляется в Сочи. 6 миллионов на оборудование, 2 на инструментарий. Челюстно-лицевая хирургия в республике обретает свое лицо. Покормил, попоил. Единственное, что не попадаться. Птичка с характером. Как чувствует себя черный страус в краю Кавказских гор? Как сегодня организованы медовслуживание и питание в школах. Об этом и не только шла речь на очередном заседании правительства КБР. Провел его премьер республики Константин Храмов. С подробностями Нуржан Кубадиева. Как сообщил в Рио руководителя управления Роспотребнадзора Ренат Бараков, ведомство выявило множество нарушений в обеспечении учащихся горячим питанием. Из 80 тысяч школьников республики его получают лишь 65%. Согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, охват горячим питанием учащихся начальных классов в 2013 году должно было составлять 93%. Необходимо отметить, что республиканской целевой программы, в рамках которой предусмотрены республиканские средства на совершенствованные организации питания, в настоящее время нет. Константин Храмов поручил разработать документ, который стал бы отправной точкой для исправления ситуации. Муниципалитеты тоже не должны оставаться в стороне, добавил премьер. Еще одна проблема – оказание врачебной помощи школьникам. В большинстве образовательных учреждений медкабинеты есть, но они не оборудованы, а потому не прошли процедуры лицензирования. И таких по республике две трети сообщила руководитель Минздрава Ирма Шетова. Основные недостатки – это несоответствие медицинских кабинетов с санитарно-эпидемиологическим нормам, то, что сегодня озвучилось неоднократно, и отсутствие медицинского оборудования. Отсутствие медицинских работников сертификатов, отсутствие договоров на техническое обслуживание и проверку медоборудования. Недостаток финансовых средств. Председатель правительства Константин Храмов призвал всех ответственно отнестись к рассматриваемой теме и дал соответствующие поручения. Минтруда и соцразвития республики обнародовала данные. Величина прожиточного минимума в четвертом квартале прошлого года – 6573 рубля. Также на заседании поощрили победителей республиканского конкурса по санитарной очистке территории. Первое место – за Лискенским районом. Черекса на второй позиции. Майский район стал третьим. Два человека погибли в результате пожара, который произошел накануне в Прохладном. Сообщение о ЧП поступило в службу 01 около полуночи. Подробности по телефону нам сообщил замначальника 22-й пожарной части Прохладного Ануар Кирбиев. Деревянная пристройка, выстроенная из деревянных шпалов, и площадь пожара составляла 25 квадратных метров. В ходе проведения разведки было обнаружено два обгоревших трупа, личность которых устанавливается. Около 10 тысяч пациентов за год. Примерно столько проходит через отделение челюстно-лицевой хирургии в Нальчике. Операции здесь проводят уникальные, приглашают врачей ведущих федеральных клиник. Однако условия здесь пока оставляют желать лучшего. Нет необходимого оборудования, нужен ремонт. Сюжет Натальи Булат. Уже четвертое с утра, но останавливаться врачи не планируют. Хоть каждая из операций уникальна. Их график составляли специально к приезду профессора Виссарионова. С отделением челюстно-лицевой хирургии РКБ доктор с мировым именем сотрудничает не один год. Причем не только практически. Совместные исследования легли в основу научно-методической литературы. Кадровый потенциал, говорит, есть. Оборудование оставляет желать лучшего. Черепно-лицевые, допустим, черепно-челюстно-лицевые, аномалии есть, где необходимо присутствие нейрохирурга. Там эти операции выполняются в специализированных условиях. Конечно, если бы здесь были такие условия, можно было бы тоже делать. Я думаю, с не меньшим успехом. Только в прошлом году консультации врачи отделения ЧЛХ получили без малого 10 тысяч человек. Пациенты с врожденными патологиями, травмами. В основном после дорожно-транспортных происшествий. Операции порой приходится проводить в экстренном режиме. На одной из них прямо во время нашей съемки отключилось электричество. Но к таким условиям врачи, видимо, уже привыкли. Тут же начали вручную качать кислород, нашли фонари. Проблему руководство больницы надеется решить в этом году. Установить генератор для резервного питания в плане и закупка оборудования. Оборудование планируется по программе ДТП. Дорожно-транспортные происшествия. 130 миллионов федеральных средств, допустим, по республиканской программе. Мы заявку подали. В том числе из них более 6 миллионов, допустим, идут по ЧЛХ. Еще 2 миллиона рублей в этом году планируют выделить на закупку инструментарий и расходных материалов. В планах и капитальный ремонт здания. По словам Владимира Виссарионова, совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии есть возможность открытия в Нальчике центра по обучению специалистов челюстно-лицевой, причем как из республики, так и соседних регионов. Но реализация этой идеи требует не только наличия кадров, но и соответствующего оборудования. Наталья Булат, Азамат Табуха, Вести, Кабардино-Балкария. К другим темам. Цены на молочную продукцию в республике за прошлый год увеличились на более чем на 15%, сообщает Кабардино-Балкария Стат. Однако и в 2014-м рост не остановился. По данным ведомства, на начало февраля килограмм сливочного масла подорожал на 20 рублей, сыр на 15. Незначительные изменения наблюдаются в ценах и на другие продукты. А вот литр пастеризованного молока по-прежнему в среднем обойдется в 37 рублей, сметана повышенной жирности в 96. Ощутили ли горожане удорожание молочной продукции? Об этом наша съемочная группа решила узнать на улицах Нальчика. Творог 150, сметана, хорошая сметана, 350-400 рублей килограмм. Ну, хорошая сметана. Ну, это разве можно для пенсионера? Если говорить о молоке, то я покупал недавно молоко, и я не заметил. Очень жгуче, очень кусает, очень даже. Вот мы уже не можем кушать этот творог и сметана. Нам тоже ощутимо для бюджета семьи. Ощупим бюджет. 60 госслужащих Кабардино-Балкарии отправятся на зимнюю Олимпиаду в качестве зрителей. Первая группа едет в Сочи уже завтра. Как нам сообщили в Минспорта КБР, это особо отличившиеся работники ведомств и местных администраций. Все расходы республика взяла на себя. К сожалению, на открытие они не попадают. Они смогут посмотреть такие виды спорта, как горные лыжи, конькобежный спорт, потом прыжки с трамплина, бобслей. Вторая официальная группа отправится 9 февраля. А у тех, кто едет в Сочи самостоятельно, возможность приобрести билеты на соревнования еще есть. Самое главное предупреждают в спортивном ведомстве получить паспорт болельщика. Процедура подробно описана на специальном сайте. Проигрыш со счетом 0-2. Так завершился первый контрольный матч Нальчикского «Спартака» на сборах в Турции, сообщает его пресс-служба. Соперником краснобелых был болгарский клуб «Монтана». Также стало известно, что в Анталии команде присоединился молодой нападающий Руслан Болов. Летом прошлого года воспитанник кабардино-балкарского футбола перешел в станк Краснодара, но не сумел пробиться в основной состав. Вместе с тем в составе молодежной сборной России на Кубке Содружества Руслан Болов с пятью голами стал лучшим бомбардиром. Возвратился в Нальчик и Денис Дорошкин, выступавший на правах аренды в «Луче энергии» из Владивостока. Велика вероятность, что останется в «Спартаке» и Игорь Коронов. Казанский Рубин не стал подписывать контракт с этим полузащитником. Тренерский штаб краснобелых ждет еще нескольких потенциальных игроков. Их имена пока не называются. Продолжаем выпуск. Их называют «коровами в перьях» и уже перевели в разряд домашних животных. Страусиные фермы набирают в России все большую популярность. Оказывается, что эти нелетающие птицы хорошо адаптируются к холодам и вовсе не так прихотливы в уходе. Для подворья Кабардино-Балкарии африканские питомцы пока в диковинку, однако прецедент уже есть. Из Майского района репортаж нашего специального корреспондента Сафара Гиреева. Уговоры хозяйки Валентины Торбы двухметровый питомец проигнорировал и выходить из сарая наотрез отказался. Кули, как любовно называют его домашние, три года. По страусиним меркам, а они живут до 80 лет, еще малыш. Однако совладать с ним уже непросто. Прошлым летом еще можно было подойти, погладить по шейке, с рук брал траву. А в этом году уже нет. Боимся. Тем более, что самка погибла у него. Он вообще агрессивный стал. То ли потому, что один остался, то ли непонятно. А так вот, пока подростками были вот такими, стоишь, они тебе и в карманы позалазят, повытаскивают все. Вообще птица общительная. А началось все с главы семейства. Это ему пришла в голову идея разводить страусов в Майском районе. Однако, прежде чем развернуть дело, Юрий Торба решил посмотреть, как будет чувствовать себя заморская птица в степной зоне республики. Птенцов на страусиной ферме в Краснодарском крае брать не стал. В очереди стоял три месяца, пока яички сказали, скажем вам, достанется или нет. Они же там сотни есть, у них хранча там целая. Там их полно, экскурсий приезжает. И я вот три штуки брал. Птенцы вылупились из двух яиц. За самкой не уследили, съела что-то не то. Не хватило опыта, признается хозяева. И тем не менее, считают, что содержать страусов намного проще, чем кроликов или коров. Специального оборудования и помещений не требуется. Достаточно открытого вольера из досок и проволоки. Благодаря теплому оперению страус совершенно не боится холода. Болеет мало. А потому его разведение прибыльный и безотходный бизнес. На продажу идет все. Мясо, кожа, яйца, перья, жир. Но котлеровские страусоводы держат эту птицу не ради прибыли. Им интересен сам процесс. Кормят своего гиганта с рук. И уже знают, что эта горделивая птица совсем не так труслива, как принято думать. Голову в песок она прячет не от страха, а как доказали специалисты, совсем по другим причинам. Впрочем, страус не единственный представитель экзотической фауны на этом котлеровском дворе. Мне ребята на 60 лет, на день рождения, на юбилей привезли с Коснодавского края, с Крымского. Кроме павлина, еще пара лебедей, индоутки. Ну и, разумеется, петушки и куры, только не обычные, а редких пород. В отдельных вольерах фазаны даже серебристый подвид есть. И как же без традиционных голубей. Справиться с этим птичьим зоопарком непросто. Помогает старшим торбо Сан-Владимир. Себе в удовольствие и людям на радость. Сафар Гириев, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. Это вся информация к настоящему часу. Следующий наш выпуск смотрите в 17.10. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok